С 2009 года у меня появились большие проблемы с позвоночником, то есть у меня со временем, скажем, набралось, за время выступления на соревнованиях, набралось достаточно большое количество крыш, и количество их начало зашкаливать, их 13 штук, еще причем не считая протрузии. Поэтому однажды приехал, не то что приехал, а приполз к Валентину Ивановичу Дикулю, который мне порекомендовал определенные упражнения делать для того, чтобы избавиться от этих проблем, и действительно, пожив там 2 недели, я понял, что это работает, это очень хорошо действует. Теперь перед тренировкой и после тренировки я делаю специальный комплекс упражнений, причем это даю еще и многим людям, у которых тоже есть острые заболевания в спине, и они потихонечку начинают от этого избавляться, избавляться от такого состояния, которое не приведи Господь к каждому почувствовать на себе. Первое упражнение – это поворот таза при висе на шведской стенке. Чем она хороша? Шведская стенка хороша тем, что ты не перерастягиваешь первый же свой позвоночник, потому что на перекладине ты его будешь перерастягивать, а здесь ты всем телом, в принципе, лежишь на этих ступенечках. То есть залазим на шведскую стенку, беремся в руках, за этого перекладина, расслабляемся, опускаемся вниз полностью, делаем поворот в одну сторону, опускаемся вниз, растягиваясь, делаем поворот в другую сторону. И так по 5 раз в каждую сторону. Ни в коем случае спрыгивать не нужно, потому что это будет своеобразный, скажем, сжим позвоночника. Я думаю, что 3 подхода по 5 повторений в каждую сторону этого будет вполне достаточно на первый раз, но потом потихонечку нам нужно будет количество повторений и подходов увеличивать, но не более 5. Следующее упражнение, которое я тоже бы рекомендовал людям с проблемной поясницей – это отведение ног в сторону. Отводим, опять висим, расслабляемся в другую сторону. И так далее. И продолжаем. Также делаем по 5 раз в каждую сторону. Желательно, в трех подходах, в трех подходах. Желательно, конечно, на ноги одеть специальное отягощение, где-то равное от 1 до 3 кг на каждую ногу, для того, чтобы растяжение было более, скажем, сильным, более глобальным. Я думаю, что на начальном этапе достаточно будет и этого. Вопрос. А в период фазы обострения протрузии или грыжи можно это упражнение выполнять или нет? Я думаю, что даже при фазе обострения ты лечишься как медикаментозно, тебе делают обезболивающие препараты, тебе делают противовоспорительные препараты. Ты точно так же ходишь лишь на физиопроцедуры и магнитом и электрофорезом ты это все, скажем, снимаешь от своей боли. Но в любом случае, лечебную физкультуру, то, что мы сейчас здесь показываем, ее нужно делать обязательно всегда. Всегда. Поэтому независимо от того, что... Какая фаза, обострение или нет, то есть надо делать. Да. Сейчас я покажу следующее упражнение на более верхний отдел, грудной отдел, который тоже очень хорошо, то есть очень часто у нас, у многих спортсменов... Таким проблемным. Проблемным, да. То есть висим опять, широко беремся за перекладину, опускаемся вниз, поднимаемся на плечах, вы видите, не согнутые, и ноги отводим в сторону. То есть мы делаем такую лодочку, опускаемся вниз, растягиваемся. Здесь задействована и поясница, и задействован и грудной отдел. И мы таким образом немножко прокачиваем спину. Наша задача, наша задача, что да, мы можем больше раз, это пять раз, это, скажем, это самый начальный этап, который необходимо делать тем людям, которые впервые вообще подходят. Максимально сколько можно делать, потому что... Я думаю, больше 12 делать не нужно. Во-первых, очень сильно утомляется предплечье. А лямки можно использовать? Лямки можно использовать. Можно даже знать, что использовать жгуты, небольшие жгутики, отрезы сантиметров по 15, накидываешь ее на перекладину, да, хватаешься, они уже руки у тебя не скользят. Но все равно, конечно, хват должен быть серьезный. Хотя, в принципе, есть такие перчатки, они, знаешь, с таким крюком, да. То есть ты одеваешь эти перчаточки, цепляешься, и тебе уже непроблемно держать свой собственный вес на этой перекладине. Ясно. Три самых лучших упражнения на шведской стенке я сейчас показал, да. Сейчас мы потихонечку перейдем к следующему тренажеру. Причем тренажер, специально я взял тренажеры фирмы Крафт, потому что они очень хорошо подходят для того, чтобы выполнять те упражнения, которые, скажем, связаны с проблемой спиной. Мы цепляем специальное крепление для ноги, к которым мы сможем привязать отягощение. Да. Все, это достаточно, да, Миша? Теперь ты ложишься. На спину. Можно, да, ложишься на спину. Лицо туда. Лицо туда. Я думаю, что, знаете-то, мы с тобой поставим чуть побольше веса, потому что все-таки Миша здоровый человек, но для людей, которые только начинают себя лечить по этой системе, я рекомендовал бы начать прям с одной из всего лишь клиточки. Так, все, эта нога прямая, планы чуть-чуть дальше, Миша, руки вдоль тела и опускаешь ногу на кок. Полностью, да, раз. Отлично. Поднимаем до тех пор, посмотрите, мы должны не просто поднять, мы должны почувствовать, как нога еще не растягивается. В этой области у тебя там могут небольшое растяжение. Да, ты это чувствуешь, да? Да. Да, опускаем дальше. Два. Делаем пять раз. То есть делается все в спокойном темпе, ты должен почувствовать сокращение в нижней точке и растяжение в верхней точке. Три. Хорошо. Есть работа, чувствуешь, конечно? Четыре. Последний раз меньше. Пять. Хорошо. Таз в этот момент у нас не двигается. Все, отлично. Все. Теперь поворачиваемся на бок. Туда, в сторону зеркала. Да. Ногу можешь согнуть ниже. Хорошо. Да. Опускаем, подожди, опускаем дальше так же вниз ногу. Нога прямая. Раз. Стараешься вниз и немножко вперед. Два. Есть. Три. Хорошо. Чувствуешь внутренняя поверхность бедра очень хорошо завейственна. Но помимо всего еще и работают те мышцы, которые крепятся к твоему позвоночнику. В этот момент что происходит в пояснице? Поясница у тебя является именно тем стержнем, которым кремятся мышцы. В этот момент, когда ты работаешь ногой, у тебя происходит правильное распределение позвоночника. Да. Ощущения есть? Да, конечно. Все, отлично. Все. Я сейчас опускаю чуть-чуть ниже. Крулик. Подожди, ты меня не опустишь. Еще чуть. Хорошо. Теперь стоим на четвереньке. Еще дальше. Хорошо. Еще раз. Сможешь там? Отлично. Отлично. Колено. Стараемся через сторону. Колено потянуть к локтю. Да. Видишь, что здесь происходит? Сейчас у тебя растягивание спины. Вообще, очень хорошо ее растягиваешь. Здорово. Отлично. Здорово. Теперь, теперь, пухни. Праждение подобное. То же самое, тянешь колено, но к середине груди. То есть, тянешь вот сюда вот. Еще дальше мы стоим. Таз. Мы стараемся таз перенимать вверху. В эту часть мы поднимаем максимально вверх. Тянешь, тянешь еще вверх. Меньше. Вот тогда вот вверх поднимаем. Волк. Да. Обрубляй спину больше. Вот. Вот. Тянешь. Получается, стараешься тянуть к подбородку. Молодчина. Очень хорошо. Здесь сейчас очень хорошее получается область, которая классно закачивает туда кровь, в эту мышцу. Да? Слушай, ну. Теперь, смотри. Ощущение новое. Я этого не делал никогда. Однажды был в клинике Бубновского. Ну, так что-то подобное было, но не этим противом. Теперь, Миш, ложишься на ноги там, лицо вверх и руками держишься за ручки. За эти две. Так, эта нога прямая. Левая нога здесь. По пять раз все делается? Да, все, по пять раз. Пока мы с тобой делаем только пять раз. Ты точно так же, смотри. Нога у тебя приподнимается вверх, отрывается чуть-чуть таз. А теперь опускаешься вниз. Сначала тазом, а потом выдержишь ногу. Раз. Хорошо. Без рывков между нами. Два. Спокойнее. Три. Ощущение растяжения мышц чувствуешь? Особенно в пояснице или ягоничной, да, Эти? Расслабляет поясницу. Расслабляет поясницу. Очень хорошо расслабляется. Самостоятельно мы расслабить ее никогда не сможем. Но с помощью таких упражнений она у нас расслабляется идеально. Хорошо. Хорошо. Отлично. Все, достаточно. Я делаю все на выдохе. То есть, когда вдох, оно выдох. Как учил Бубновский. И только вот. И то же самое на вторую ногу. То же самое на вторую ногу. Но я думаю, что мы не будем показывать вторую ногу. Но единственное, что сначала мы прорабатываем одну ногу. Потом тренер переставляет нам отягощение, ставит на другую ногу. То же самое. Этот же блок мы выполняем другой ногой. Слава, как это делается? Это делается, то есть, вот эта вот стенка, потом кроссовер. Вот этот первый круг. Потом еще так же. То есть, мы здесь работаем не в круговой системе. Круговая система, она предназначена немножко для других целей. Здесь наша задача сначала сделать полностью одно упражнение в трех, там, тире, там, пяти подходах. Первое упражнение в шестерской системе, второе, третье. А потом уже переходим на кроссовер. И здесь уже делаем точно так же последовательно одно упражнение с другим. Три подхода в одном упражнении, три подхода в другом, три подхода в третьем. Причем, после каждого, каждого выполнения, то есть, мы сначала делаем, например, одной ногой три подхода. Потом переставляем ногу, делаем другой ногой три подхода. И только после этого переходим на следующее упражнение. Так, немножко я тупанул. То есть, мы сделали вот раз вот эти все блоки. Это первый подход. Потом опять два. Мы сейчас, мы сейчас. Да, мы сейчас. То есть, опускание, потом бок, потом через сторону, потом к животу. Потом опять опускание ноги. Потом, значит, ну, бок, потом... Смотри, давай сейчас тебе последовательность саму расскажу. То есть, первое упражнение у нас было опускание ноги вниз. Да, раз. То есть, мы делаем три подхода левой ногой. А, все понял. Переставили на правую ногу. Три подхода сделали правой ногой и так далее. Но на самом деле, упражнений в этом тренажере есть очень большое количество. Очень хорошее упражнение. То есть, также можно лечь и подтягивать блок к себе, к животу. И подтягивать колено. Да, колено. И подтягивать колено к груди. Это, кстати, тоже шикарное упражнение. Ты сейчас вот хочешь попробовать? Давай мы с тобой тоже его попробуем. Посмотрим. И ты поймешь, насколько, скажем, хорошо очень работает вот эта область. С одной стороны, спина очень здорово растягивается. Мышцы живота держатся в тонусе. И вообще, мы когда занимаемся здоровьем нашего позвоночника, нам нужно всю область задействовать. И живот, и спину, и косые мышцы живота. И все мышцы, которые прицепляются у нас, которые прицепляются к тазу и позвоночнику, их нужно задействовать максимально. Чем больше крови мы туда вольем, в эту область, тем легче произойдет у нас восстановление. И тем оно быстрее произойдет. Давай, ложись. На живот, на спину. На живот. Ой, извините. Ну, давай, на спину. На спину, да. Голова здесь, руками держимся за ручки. Тянем колено к груди. Полу не отрываем, тянем колено. Хорошо. Таз немножко тоже поведет вперед. Отлично. Точно так же можно делаться двумя ногами одновременно. Это уже очень маленький вес. Это уже более для подготовленных людей. В этот момент у тебя живот напрягается, а спина расслабляется. Чувствуешь? Вешаю. Все, хватит. Все, хватит. Какой вес нужно подбирать для себя? Ну, на самом деле, у нас здесь блок и... Сначала мы для любого человека, который приходит в зал, пробуем самый минимальный вес, то есть первую плитку. Если ему для этого кажется, что это легко, то, соответственно, по одной плитке мы начинаем прибавлять. Но единственное, что упражнение нужно делать при ощущении комфорта, когда ты действительно чувствуешь, что у тебя нет какого-то чрезмерного напряжения, у тебя нет чрезмерного стяжения. Поэтому чувствуешь, делаешь, что 8-12 повторений можешь сделать, и сделать это без особых каких-то усилий, значит, это твой вес. Если тебе это дается с большим трудом, значит, лучше взять на какое-то... взять меньшее количество плиток. Согласен. Буду делать теперь. У меня есть в Челябинске кроссовер в нашем зале штанги. Буду добавлять теперь гиперэкстензию, еще и вот эти упражнения. Совсем забыл. Делать эти упражнения нужно будет каждый божий день. Делать эти упражнения.